Судьба длиною в сто лет жительница Чебоксар Антонина Ивановна Кудрявцева отметила вековой юбилей. Со знаменательной датой именинницу поздравили родные и близкие. Жизнь прожить, не поле перейти. Родилась именинница в деревне Малая Яндуганова Маринско-Пасадского района. И за свой век повидала многое. Гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная, перестройка. В годы войны работала в колхозе бригадиром. Там и мужа себе нашла. Супруги прожили вместе больше полувека и воспитали троих детей. Воспоминания молодости тесно связаны у Антонины Ивановны с непрерывным трудом. Так жила тогда вся страна. Я была старшая. Перед практичкой и дочкой была университет ученич. А меня мама не видела учиться. Работать надо собрала. Я колхоза работала. У Левицки работала. И Хмельевоцки, у Лешевоцки. Я спокойно не жила, работала. Даже в свои сто лет она по-прежнему полна оптимизма и любви к жизни. С юбилеем ее поздравил и президент России. Письмо из Кремля читают вслух. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Президент Российской Федерации. Кто у нас? Президент России кто? Кто? Путин. Путин. Владимир Владимирович Путин. Правильно. Слух немного подводит, а память, как у молодой, удивляются родственники. Да и прогулки на улице по-прежнему в распорядке дня. Очень хорошо, на улице гулять. На свежем воздухе гуляешь, тышишь, очень хорошо. Дети говорят, мама – наше богатство. У нее учимся житейской мудрости, просим совета. Все вместе с нетерпением ждут лето, когда можно будет отправиться в деревню. Она всегда в движении, всегда в работе. Всю жизнь работала. Ну, в 16, в 15, наверное, в 12 начали работать. И до 80 лет она работала. После пенсии работала 10 лет. По трудовой книжке. Потом еще она в соуходе работала. И свеклу она выращивала целый год. И картошку резать ее приглашали. Куда только она не ходила. Она давно говорила как. Я рождена не для того, чтобы умирать. Я хочу жить. Я рождена, чтобы жить. Антонина Ивановна считает себя счастливым человеком. Ведь рядом родные и близкие люди. Трое детей, семь внуков и четыре правнука. К сожалению, не так часто бываем у бабушки. На самом деле дела, бегаешь, там так далее. Но как минимум раз в месяц мы все приходим. У нас как бы четыре брата. Мы все с семьей приходим. Бабушка каждый раз встречает. Обязательно с ней поговорить надо. Она любит поговорить. Вообще человек очень жизнерадостный. И очень много позитива. Свои 100 лет. И я думаю, еще у нее запасы есть лет на 10. Примерно. Судя по тому, как смотришь на нее. Как прожить до 100 лет? Главное – любить, трудиться, помогать и дарить людям тепло, говорит Антонина Ивановна. И с этим не поспоришь. Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин, Республика.